МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На автодорогах Забайкалья спасают вечную мерзлоту. Из-за таяния грунт сдвигается, и с мая по октябрь на трассах появляются просадки. Ремонтные работы проводят регулярно, но это не гарантия того, что дорожное полотно не деформируется уже на следующее лето. Для решения проблемы вдоль трассы Чита-Хабаровск сделаны солнцевлагозащитные экраны. Под ними остается пространство для сохранения оптимальной температуры. Китай, Канада и наша Якутия пользуются этим нехитрым изобретением уже давно. Технология в Забайкалье впервые была опробована только в 2018 году и работает пока в тестовом режиме. 9 сентября Камчатка отметит День Сокола. В этом есть и экономический смысл. На полуострове организовали питомник по выращиванию хищной птицы. Пернатых намерены продавать шейхам в Арабские Эмираты. На Камчатке обитают порядка 500 гнездящихся пар. Из-за уникальности региона популяция отличается особым экстерьером и крупным размером. На территории этнодеревни в выставочном шатре Дом Сокола будет размещена информация о краснокнижной птице, ее защите и сохранении. Планируют обустроить фотозону с аниматорами в старорусских исторических костюмах, организовать выставку-продажу изделий камчатских мастеров и творческие мастер-классы. На Сахалине вездеход заехал в озеро и перевернулся на крышу. Видео, на котором несколько мужчин пытаются перевернуть его в воде, стало вирусным в социальных сетях. Все обошлось без серьезных последствий. Владельцы вездехода рассказали, что они специально ездили на тест-драйв по сложным местам и знали о рисках. Машина не пострадала и продолжила свое движение после того, как ее вернули в исходное состояние. Ночью салон и вещи высушили, перераспределили нагрузку, а на следующий день опять отправились через то же самое озеро в Плавь. И все прошло как по маслу. Краевую премию года для работников общепита учредили в Хабаровском крае по поручению губернатора. Выберут лучших сомелье, шеф-повара и официанта. Причем последние покажут свое мастерство на региональном уровне впервые. Победители ждут денежные премии. Также они смогут заключить соглашение с туроператорами, чтобы эксклюзивно готовить блюда для туристических групп. Имена финалистов станут известны в канун празднования Дня рождения края в октябре. Уникальные экспонаты прибыли во Владивосток из собрания музеев Московского Кремля. Все они так или иначе связаны с морской стихией. Это военно-морское оружие, медали, флотоводческие ордена, ювелирные произведения. Для золотых дел мастеров, оружейников море часто служило неистерпаемым источником сюжетов, образов и декоративных мотивов. Жемчуг, коралл и перламутр использовали для создания произведений невероятной красоты. Настоящая звезда этой выставки – произведение Карла Фаберже. Это драгоценное пасхальное яйцо с миниатюрной моделью крейсера из золота и платины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok